Без предупреждения звонят, я еще не готов. Стойте и ждите пока. Минутку. Минутку. Так, вам видно, нет? Да, видно. Ну вот, давайте, говорите, кто вы, откуда и что. Я из Нижнего Новгорода, зовут меня Алексей. Вот, я видео ваше на Ютубе смотрел и вот на форум тоже на ваш заходил. Вот, у меня, я вот хотел спросить о рождении свыше вас. Вот, я, в общем, я крещом был в детстве, вот, а сейчас понимаю, что вот без Бога, в общем, ну, ничего, это не могу. Вот, нужно покаяние, плод покаяния нужен. Вот, и из этого вот такой вот вопрос. Вы как-то, может быть, вы принимаете, может быть, к себе как-то на консультацию или как-то вот на перевоспитание какой-то вот от 30-летних бездельников для вот рождения свыше? У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Да, не против. Так, вот эту тему вы запишите, у вас что там под рукой? Записать, да. Да. Геннадий Фаст. Геннадий Фаст. Да, человек из Менонитов. Он пришел в моем доме в православие. Он бывший преподаватель Томского университета. И теперь он в Московской патриархии, доктор богословия. И прямо рождение свыше, напишите, Геннадий Фаст, рождение свыше. Он, лучше его никто не объяснит. У меня уже объяснено несколько раз. Немного по-другому. А вы зарядите на нашем ютубе рождение свыше. И вы сразу увидите. Эта тема уже отвечена. Дальше. Геннадий Фаст, рождение свыше. Ну вот я, наверное, только по этому поводу хотел вас спросить. И вот только, наверное, еще по поводу... Ну я думал, может быть, как-то можно ли к вам, что ли, как-то у вас этот обряд этот весь пройти? То есть можно ли как-то... Это рождение свыше, это не обряд. Это крещение, завершающая стадия. Она из трех стадий состоит. Первое. Как вы их примете? Признать себя совершенно погибшим грешником. То есть сегодня мы внезапно умираем и идем в ад. Вечное мучение. Вы в это верите? Да. Ну по-другому нет. Это все святые отцы учат, и Библия так говорит. В Священописании говорит. Потому что верующие в Сына Божий имеют жизнь вечную. Они верующие не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на нем. И 25 глава Матфея говорит, и скажу им, отойдите проклятый в огонь вечный, уготованный дьявол и ангелами его. Ад, гиена не для человека, для дьявола. Но раз жил по-дьявольски, к дьяволу и пойдешь. Вот это мы даже первую ступень без всяких разговоров, безоговорочная капитуляция. Я иду в ад. И мне как Пимен Великий говорит, а в другом не надо думать. Не надо. Сначала признать себя. А что, во всем виновен. А если не веришь в это, будешь разговаривать с Богом по Священному Писанию, и ты увидишь. Ну как у Леи говорят, вот неадекватное наказание. Ну нечаянно что-то человек сделал, там машину назад сдал. А там ребенок соседский играл. Он не проверил. И его задавил. Но я сказал, что его осудят. Он говорит, ну я не хотел. Он примерный инженер на работе, на большом заводе в Азии работает. Но такая авария случилась. А никто здесь спрашивать не будет. Он не виновен как будто, и в то же время будет виновен. Мы знаем то, что человек по халатности своей не досмотрел, и случилась авария. Инженер по технике безопасности. А он был фазоочник, с 10-го этажа за доской потянулся и вниз нырнул. У нас на работе был, я сам прорабом был. Виновен. И мы должны сказать, виновен в ведении и неведении, в уме, в помышлении, в одни и в ночи, во всей дне жизни моей. И при том, у Бога мера возмездия не такая, как у людей. Ну допустим, мало ли что где-то бывает. И сразу смертная казнь. Нет. Даже у Гитлера сколько было статей под смертную казнь. В Советском Союзе. Но за некоторые вещи колоски срезали. Если надо было где-то. Срезали, даже не сами, ребятишки. 10 лет давали. Но не расстреливали. А здесь не колоскиз, а один плод сорвало Еву. Один плод дерева познания добра и зла. Ну что это? Что-то уменьшилось что ли? В раю все благоухало. Засухи не было. Один плод. Но на него был запрет. Вы слышали про это? Да. Написано, смерть и умрешь. Но дальше не было сказано. А теперь мы знаем. Сделали смертными все рыбы, все птицы, все молекулы. Адам съела и все потомки. Она сорвала один плод, съела, дала Адаму ел. И умерло уже 100 миллиардов человек. Плод и 100 миллиардов трупов. Любой скажет, это неадекватная мера наказания. Тебе не надо рассуждать. За эти слова тоже отвечать придется. У Бога другая шкала. Вам понятно, о чем я говорю? Да, да, понятно. Поэтому мы должны признать. Но если за один плод сорванный, с которого нельзя было, а там рядом дерево жизни, тут все можно было есть. Там все абсолютно были. Сад Мичурина еще никогда не дорастет до этого, что там было. И однако смерть наступила. Как? Через 950 лет они умерли. Это срок жизни был такой, в 10 раз больше. У нас 95, это уже старожил. А тут 950. Еще нуль подставить надо. И он умер, написано. И от него все умираем. И все идут в другое место. Для этого с неба сошел Сын Божий. Второй этап начинается. Я признал, что я в аду. И мне побуждает дух, что так жить нельзя. Надо спастись. А где спасение? Никто не знает. Два миллиарда под нами рядом живут соседи. И они понимают, что нужно соблюдать вот эти-то правила, которые написаны в священной книге. И совершать такие-то обряды, колоть барана. Библия говорит, нет, ни на шаг это не подвигается. Да, они хорошие люди. Но спасения нет. Поэтому все грехи мира на себя взял один безгрешный, Сын Божий Иисус Христос. Об этом написано в Евангелии от Иоанна, 1 глава 29 стих. Иоанн Креститель, его видит, он идет и простирает руку, говорит, вот Агнец Божий, Агнец Ягненок, который берет на себя грех мира. Это в Третьяковке, картинная галерея, и там полностью одна комната этой картине посвящена. Явление Христа народу Иванова. Он 20 лет рисовал ее. Явление Христа народу. Вот он явился и взял грехи мои, твои, от Адама и до последнего человека. А если бы больше было, если бы миллион галактик было, галактик, и везде были земли с населением, и этой жертвы хватило бы все искупить. Неадекватно. А вот теперь не надо рассуждать. И там все на месте. А подготовиться как к этому надо? То есть это же не просто так, то есть ты признаешь это, это же не вот как к этому подготовиться. Господь нам об этом говорит в Священном Писании. Сотворите достойный плод покаяния. Что самое главное для христианина? На первом месте рассудительность. А то монахи как-то заспорили, а те говорят, самое главное молитва, молитва. Без молитвы ты ничего не делаешь. А то, что молитва, когда вот такой у тебя щереба, то у тебя мысли играют, страсти на каждую женщину. Э, нет. Пост. Надо истомить себя. А тот говорит, ну что пост, а когда руки пустые? Надо уметь работать, чтобы было еще милости не подавать. И за нас ходатай будет много. Ну заспорили. Пойдемте к Антонию. Когда сказали, он говорит, не это брать. Это хорошее все, что сказали. Но главное, это растудительность. Не научи до рука молиться. Он говорит, лоб разобьет. И так и дальше. Любое доброе дело можно его исказить. И поэтому растудительность на первое место. А дальше по растудительности. Все остальное по стопроцентной шкале. Не так, что вот я вот эту комнату маленько для себя, а остальное Богу. Богу не надо это маленько. Все, стопроцентно. Возлюбите Господа Бога твоего всем умом, всей крепостью, всей душою, всем разумением. Это первая заповедь. Возлюби Господа Бога твоего. А чтобы возлюбить Его, ты должен знать, кто Он. А как Его узнать? А что Он себе сказал сам? Он Бог не лжет. А где это из Святой Библии? Все на дальнем переводе, православные. Поэтому в 1876 году наконец-то перевели. А жили, не знали Библию. В ней все. Ветхий Завет подготовительный, который идет, 50 книг с неканоническими, и новый 27. Итого 77 книг. Это можно купить в любом храме. Только обязательно, чтобы Библия была полная с неканоническими книгами. Если написано... Это 77, да? 77. Если написано с синодальной перевода или по благословению Патриарха Кирилла, можешь не проверять. Это точно. Потому что еретики иногда издают свои. Ну, разное там такое. Ну, много упускают, искажают, переводы делают. Это лучший перевод в мире по сегодняшний день. Четыре духовные академии переводили. Вот так. И Слово Божие вы узнаете уже не по моей подсказке. А вы пришли бы сейчас к баптисту, адвентисту, там, свидетели Югова называются. И они вам объяснят тоже Библию, но на 11 книг она у них меньше. Они 11 книг выбросили. И начнут толковать так, и пойдут... Там же люди-то есть. А вы зашли, ну, может быть, случайно даже. И поэтому я ни на чем не настаиваю. Я православный, и поэтому я сразу говорю, все, что я отмечаю, я брал у святых отцов. Мне не дано. Я очень хорошо узнал одну тайну. Очень. Что я ничего не знаю. Мне Бог это положил. Хотя я всю жизнь, с пяти лет я уже читал, и всю жизнь учился, и понял, я ничего не знаю, когда в руки попала Библия. Говорят, до тебя, до любого, там какое-то несчастье было, больной ты пришел к Богу. А я где? Работаю во флоте, на корабле. У меня образование с головой, заработок, молодой, 23 года. А когда я услышал Слово Божие, я понял, ничтожная букашка, и при том дохлая. Это все у меня описано в книге, когда зайдете на наш сайт, после разговора я вам скину все данные, и там для слова уже нет уз. А дальше меня ждут тюрьмы, лагеря, психиатрия. Вот один день учусь, в мореходном училище. Отличные характеристики, я все помещаю там. Но сегодня я уверен, мы сразу авторитетом не пользуемся. Плохой и тоже начинается. Психиатрия. 26 лет меня только мучили. И Бог вывел на пространное поприще. Вот у нас сейчас роликом здесь 11100 наших, не чужих. Только если смотреть будете каждый день, это на 13 лет хватит. И все разложено. Я работаю здесь каждый день 14-16 часов. Вот сегодня я встал 20 минут второго. Все. Я до утра едва-едва почту разбираю. Приходят разные люди с разных континентов, а я всем говорю, у меня нет никакого образования. Нет. Я просто молюсь. Молюсь и читаю. Признаю каноны церковные. 7 вселенских, 9 поместных. Я просто смотрю и вижу, что в церкви православная-то, и ее руководство, все нарушается. 719 правил, регламентирующие жизнь церкви. А 413, 57% ежедневно, целенаправленно искажаются. За деньги крестят, вместо крещения лоб помочат. То есть пираты захватили корабль. Но я православный, я должен соблюдать все посты. И все. Тем более, вот я начальник, организатор детского лагеря. 45 лет. 45 лет бесплатно. Работают помощники все бесплатно. И только давят власть на нас. Давят. И суды, и все были. И не могли закрыть. Но эти два года назад мы закрыли. Роспотребнадзор насел. С ним нельзя бороться. За них полиция, за них суды, за них прокуратура. Все. Я ликвидировал этот лагерь. Купили дома. И теперь в деревню приезжают как бы в гости. Ну в гости, не как бы. А если с родителями, тут они уже не вмешиваются. Приехали ко мне в гости. То есть мы на следующий день приняли это решение. Так все. Ой, как это умно. Как вы знали. Да ничего я не знаю. Я просто молился. И сказал, детей вам не отдам. Все. У нас дети бежали. Все это сфотографировано. Как они будут в степь. Это полиция приехала. Ночь. Сверкает впереди молния. Это боевик настоящий. Приехало телевидение Т-24. Все засняли. А они штрафами дают. Миллион полтора. У меня минимальная пенсия бомжа. Что они с меня возьмут? И главное, суд не пошел, ни копейки им не вырешил. Так они, я не знаю, как они там перенесли это унижение. А их 110 тысяч работников. 110 тысяч. Это 10 дивизий. Полнокровных. И ничего не могли сделать. Сначала-то нападали. А потом мы тренировки вели. Все, если они нападать будут. С ни одним ребенком они пальцем не прикоснулись. Зла никакого не сделали. И мы благодарим Бога за Роспотребнадзор. У нас были кельи, там мазанки. А теперь настоящие дома. У нас там и плиты, и холодильники. В один год, в один день собрание общее. Мы строим православную деревню с нуля. Все решилось. Почему? Молитва. Бог. Вот весь ответ. Не мудрить не надо. А молитвы... Сос-то. Сос-то, то есть соста ангелов, где просто. Слушаю. А молитвы, они как, они дома, как бы, или вы имейте в виду в церкви? Молитвы у нас-то храм. А утром, вечером дома молимся. Занятия идут, молятся. А в субботу, когда у меня брат Партаирей, храм мы построили. 27 лет нынче исполняется наша деревня. И 200 лет с одни основания. Вот были бы вы где-то поближе. Ну, у нас 3 июня, вот, рядом уже совсем, будет как бы день открытых дверей, так называем. Можно было бы приехать. Мы тогда бы маршрутку дал, что с собой взять, увидеть все. Должен приехать митрополит, патриарши, московской патриархии. Но мы две общие мы относимся к... 3 июня? Да. Мы относимся к православной русской зарубежной церкви. Две общие у нас осталось только на всю Россию. Ну, отношения с московской патриархией, как родные братья. Их архиереи к нам приезжают, служат. Но на нас он ничего не может не наложить, ни наказания, ничего. Видите, как Бог усмотрел. А все остальные рассеялись. Было-то больше ста общих здесь, говорят. Что там дальше, я не знаю, будет. Надо полностью довериться Богу. Я вас не звал, не знал. Вы сами пришли. Вам остается теперь только проверить то, что я говорю. Я вас не зову в православие. Но я говорю, православная, она церковь со времен апостолов. А другие, которые там придут, я не говорю о католиках, григоринах, армянах, копт-сирийцах. Это тоже оттуда. Это мы все родные. Пять. Больше нету. Все остальное ересь секта. Я даю православное понятие. А вы проверьте. Вот мне, прежде чем это принять, я исследовал буддизм от начала до конца. Все. Ислам. Иудаизм. А в это время работаю на корабле. Считаю Евангелие и проверяю. И теперь, где тех учений люди приходят, а они мне очень хорошо известны. И скажу, везде есть хорошие люди. Но хороших людей в аду очень много. Потому что только омытые кровью Христа могут спастись. Христа кровью. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Он умер за нас. Он взял мою вину и подписал. Я беру вместо него. Вот в других странах есть такое. Два брата. Ну и там что-то за одним было. И у него семья. А другой молодой. И этому дают там пять лет. Ну он там побыл под следствием. И говорит, а у меня брат за меня хочет. Пожалуйста. Нам разницы нет, кто будет работать. Этот, который виновный, домой идет. А брат пошел за него. В царской России так было. Когда шли они там в армию. Это 25 лет было. Кто не женатый, тот за него и брал на себя. И поэтому, если вы услышали, поверили, что Иисус взял мои грехи на себя. Это второй акт. Первое. Признать себя погибшим. Второе. То, что он умер за меня. Изменить эту жизнь. Раньше не знающих подготавливали к окрещению от трех до пяти лет. Он должен все... А не так, что я бросил курить. Вчера курил, а сегодня бросил. Три года – это только тебе начало положено, если курить не будешь. И третий завершающий акт – это крещение. Полное, троекратное подводу с обещанием Богу доброй совести. Во имя Отца. Аминь. Во имя Сына. Аминь. Во имя Духа Святого. И три раза он выныривает из воды. И живет для Бога. Вот так совершается рождение свыше. Подробности. То, что я вам сказал. Отца Геннадия Паста. Или меня там зарядите. Слушаю. Понял, спасибо. А вот еще можно по поводу 3 июня? Я бы, ну, не знаю, интересно было бы, может быть, все равно подъехать, посмотреть, если у вас какой день открытых дверей будет. У вас машина своя есть? То есть... Нет. Нет, а без машины вам трудно будет. Мы же в степи. Вы не найдете, встречать мы никого не можем. И поэтому отпадает. А вы с кем-то поговорите, который... Слово-то, да. Настоящий, с машиной-то. И когда будет готово, еще время есть. Вы на меня сразу в скайп. Я вам разрешаю без предупреждения. А то надо сначала написать, кто идет. И мы дадим маршрутку. Ага. Кстати, от Барнаула 150 километров. Это не два шага. Ага. Ладно, хорошо, спасибо. Да. Но Борун, больше не прикасайтесь. Что это у вас за щетина такая? Да, да, да. Даже не прикасайтесь. Притом, вы выбросите бритву. Совершенно. Вот уже все. И глаза в разбежку. То есть, как, это даже не ровнять? Не надо. Ни одной волосинки нет. Ну, как вы у меня видите. А ровнял я? Нет. Ну, нет. Наверное, нет. Я на военном билете уже сижу. Это самое главное. На военном, советское время. И вот смотрите. Мы все в поясах. Чтобы был поясок. Ремень там кожаный или что-то. Рубашка на выпуск. Не в грюке. Это общее правило. Такими, если кто приезжает, чтобы все так и были. Это наш дресс-код. Это так старинные люди. Все так были. Вот стоит Лев Николаевич Толстой в фотографии. Вот так вот рука у него. А куда бы он ее засунул? Или сейчас показывает выступление народного казацкого хора. Какие у них пояса шикарные, с кистями висят. Это наше. А брюки заправлять? Это немецкая форма. А нам зачем немецкую форму? Мы не экстремисты. Но слово экстремизм имеет самое благородное значение. Все доведите до совершенства. Я выступал как-то, но меня приглашают везде на конгрессы. Там бывают коллоквиями приезжают. Ну, просто я старостый. Ну и выступаю, когда против экстремизма. А я вышел из Библии и сказал, я экстремист. Выходит доктор юридических наук Сорокин Виталий и говорит, верующие всех исповеданий, они экстремисты. А чтобы не было экстремизма, надо оставить одну веру на землю, или чтобы никакой не было. А я пришел, нашел его адрес и звоню ему. Он доктор юридических наук. Преподаватель там в юридическом факультете. Я говорю, скажите, пожалуйста, как вы могли это так сказать? За вами я должен выступать-то. А я вышел, мне и говорит не още, я на вас ссылаюсь. Он говорит, а у меня 12 ваших книг, разве зря? То есть он ходил в магазин и купил мои книги. У меня 38 томов вышло из печати. Вот так. Вот уже мы вешки проставили. Спасибо вам большое. Да, что можно делать? Если вы ходили в церковь, то с оглашенными теперь обязательно, чтобы вы ходили. Оглашенные зайдите, раз вы готовиться будете к окрещению. Но крестить вас никто не будет. Вот через 3 года мы будем переписываться, там будет видно. Понял. Ладно, спасибо. Большое спасибо. А вам спасибо не говорят, а спаси Христос. Спаси Христос. Вот и слово проблема исключить. А нерешенный вопрос. Нам зачем все это собирать? Нерешенный вопрос. Говорят конфессия, динаминация. Нет в Библии слов. Это одно слово ересь. Его прикрыли двумя словами. Если говорят конфессия, это значит еретик. Это я просто разоблачаю их с хитростью. Эти люди, кому говорят, они уже перестали говорить. Ты или верующий, то есть православный, ты или католик, или Григорий Нармян, там, о кого я назвал пятеро. Или ты должен сказать, я принадлежу к такой-то ереси, но не динаминации. Ну скажут, а я к такой-то динаминации. А я говорю, а когда возникли? Ну, 20 или 30 лет назад, или 300 лет. Ну, Христос-то 2000 лет назад был, он церковь основал-то. А церковь одна, церковь это его тело. Что, у него одна голова и два тела? А их таких названий, разных сегодня, 21 тысяча. А нам зачем это? Мы православные. У нас история, святые отцы, каноны, соборы. Нам никуда нельзя свернуть. Иногда спрашивают, а как вы думаете? Я говорю, я вообще не думаю. Я беру святых отцов. Эта тема освящена. Блаженна Пепелактата толкует. Вот у меня трехтомник вышел, Нового Завета. С полным толкованием. Самый лучший за 2000 лет. Ой, как вы хвалите. Иначе никто их брать не будет. Я должен похвалить и показать параметры какие. 240 иллюстрации Библии. 230 Библии, 10 классика. И все мы раскрасили. И дальше. 297 комментариев даю. Впервые за 900 лет. Почему делал? А как вы посмели? А я не смел. Просто взял и сделал. Я вижу, что на сегодняшний день нужно пояснение побольше немножко. И нам не нужны те, которые были там марониты когда-то, еретики. А нам нужно сегодня знать еретиков. Которые со всех сторон здесь. Это просветленными мозгами тогда ты будешь на все смотреть открыто. Простое дело. С бородой сразу вопрос. А вы услышали, если серьезный-то мужик. Выкинь ее. Ты Бога подправлять хочешь. Две мамы в доме не бывает. Одна мама и один папа. Это знак власти. А у женщины платок, знак подчиненности. А поэтому мужики сегодня подкаблучники. Никакие. Баба крутит, вертит им. Но ты должен ей доказать. Да, да, все правильно. Ты скала. Если она за тебя вышла, она уже знает как. Вы не женатый? Нет. Ну, оно так. Вам 30 лет? Да, 30 лет. Ну, если... Есть такое стихотворение. Я еще в армии просчитал. Но если четверть века позади, а ты еще не звонок и не ярок, еще не подготовил свой подарок, то от тебя подарка и не жди. Понятно? В 30 лет у вас должен быть уже дом, семья, ребятишки, если вы решились жениться. А так, у меня еще нет, я готов поехать. Ну и приедешь, а одного никто не примет здесь. Это на один день приехать и в этот день уехать. Чтобы вы увидели, что есть живые люди. Увидите настоящего архиерея. У нас очень хорошее с ним отношение. А вон Московская Патриархия. А они на меня со всех сторон наседают, клевещут, бьют. Ну, это все мимо. Мимо, потому что они лгут. А раз лгут, значит, не про меня говорят. Моих своих грехов хватило бы, если бы они знали их. Но их нету, таких, какие они предполагают. Ни измены жены, ни воровства, ни матершины. Ничего этого нету. А кто безгрешен? Один Господь. Еще вопросы? Нет, нет, все понятно. Все, расстаемся. Спасибо большое. Да, вы... Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. О! А спасибо это ничего не значит. Оно происходит от того, что перед монголами падали, спасибо этому от налогов. А потом пришло спасибо, спасибо. Нам это не надо. У нас... Мы просим милости у Христа, любящего нас, за нас жизнь отдавшего, чтобы у тебя в сердце палал огонь к Нему. Нет никого краше Него, нет никого честнее Его. Он есть единый во Святой Троице. Богу слава! До свидания. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok